Лекция 6. Крещение Руси Но важнейшее из исторических деяний Владимира не в этом. Введение христианства на Руси было не только огромным культурно-историческим событием, но и актом, который имел не меньшее политическое значение, так как подводил под еще непрочное здание молодого государства новый фундамент культурного единства. К сожалению, история этого важнейшего исторического события весьма темна и запутанна, благодаря своеобразному состоянию наших источников. Сложной была и сама историческая обстановка этого события. Оно явилось результатом весьма сложного скрещения культурных течений и политических отношений, как на русской почве, так и на византийской. В центре их изучения – русско-византийские отношения времен Владимира. Примечания Васильевский В.Г. К истории 976-986 годов Труды В.Г. Васильевского Санкт-Петербург, 1909 год, том 2, стр. 56 и следующие Он же Варяга русская и варяга английская дружина Император Василий Болгоробойца Извлечение из летописи Яхьи Антиохийского Издал, перевел и объяснил В.Р. Розен Санкт-Петербург, 1883 год Конец примечания Главный источник для них – арабско-византийский писатель Яхья Антиохийский Христианин Иоанн, родственник Александрийского патриарха Евтихия, писавшего по-арабски и под арабским своим именем Саида Ибн Батрика Хронику нить драгоценных камней Врач по образованию и деятельности Составил продолжение хроники Евтихия Саида Также по-арабски И известен под своим арабским именем Яхья Ибн Саида Для нас существенен рассказ Яхьи Ибн Саида о событиях 986-989 годов В конце 986 года командующий азиатской армией Византии Варда Склир Поднял восстание против Василия II Весной 987 года император призвал против Склира Бывшего в Апалии Варду Факу из заточения в монастыре на острове Хеосе В сентябре 987 года Фака захватил Склира, но сам себя провозгласил императором А к концу 987 года дошел со своим войском до Хризополя Крепости на Малазийском берегу напротив Константинополя Кавычки открываются «И стало опасным дело его», — продолжал Яхья Ибн Саид «Был озабоченным царь Василий по причине силы его войск и победы его над собой И истощились его богатства, и побудила его нужда послать к царю русов, а они его враги, чтобы просить их помочь ему в настоящем его положении И согласился тот на это И заключили они между собой договор о свойстве и женитьбе царя русов на сестре царя Василия Однако возможен и такой перевод «И женился царь русов» После того, как он поставил ему условия, чтобы он крестился и весь народ его стороны И они — народ великий Не причисляли себя русы тогда ни к какому закону и не признавали никакой веры И послал к нему царь Василий впоследствии митрополитов и епископов А те окрестили царя и всех, кого обнимали его земли И отправил к нему сестру свою И она построила многие церкви в стране русов И когда было решено между ними дело о браке Прибыли войска русов и соединились с войсками греков Какие были у царя Василия И отправились все вместе на борьбу с Вардую Факою Морем и Сушию к Хризополю И победили они Факу Конец цитаты 13 апреля 989 года Василий II вторично разбил Факу при Абидосе И в этой битве пал сам Фака И была продолжительность его бунта один год и семь месяцев Ход событий по этому рассказу следующий Когда Фака дошел до Хризополя То есть к концу 987 года Император Василий обратился к царю русов за помощью И заключил с ним договор о помощи и свойстве Под условием крещения не только личного Но и официального всей страны Само крещение и брак совершились впоследствии А войска русов пошли на выручку тотчас Когда решено было между ними дело о браке То есть по заключении договора Еще в апреле 988 года Василий в грамотах своих Говорит о положении дел безнадежным тоном Победа над Вардой Факой при Хризополе Произошла очевидно позднее Восстание усмирено в апреле 989 года Когда погиб Фака под Абидосом Но до ноября 989 года Василий занят борьбой с заново восставшими С клиром и сыном Варды Факи Львом В марте 990 года Он уже обращается против болгар Которые, пользуясь смутой Разорили византийские области До самого Солуня Русские войска все время и позднее 999, 1000, 1003 годы и далее Действуют в составе Малоазийской армии императора Очевидно их нельзя себе представить Как вспомогательное войско От киевского князя Он организовал варяжский корпус И послал его императору Для поступления на византийскую службу Как раньше указывал путь в Византию варягам Помогшим ему отнять Киев у Ярполка В этот ряд фактов Клином врезается известие О взятии Владимиром Корсуни Лев Диакон Описал в десяти книгах Историю своего времени С 959 до 976 года А продолжение его труда За годы 976-1077 Составил Михаил Псел В этом продолжении Упомянуто небесное знамение Явление огненных столпов И истолковано как предвещение Взятие верии Самуилом Болгарским И Корсуни Владимиром Дату этого знамения Сообщает Яхия 7 апреля 989 года Стало быть Взятие Корсуни Произошло после этого Так же летом 989 года Как и взятие верии Действительно павшей летом 989 года О другом знамении Которое произошло 27 июня 989 года В хронике Льва Диакона То есть Ее продолжение Пселом Сказано, что оно Предвещало Октябрьское землетрясение Отсюда заключают Что по Пселу Взятие Херсонеса Владимиром Произошло между Апрелем и июнем 989 года Как раз после падения Факи под Абидосом Какая могла быть причина Войны Вчерашних союзников Кавычки Открываются Возможен Говорит Виктор Романович Розен Только один ответ Корсунь была взята С целью Принудить Василия К исполнению Какого-нибудь Или каких-нибудь Существенных условий Договора Конец цитаты И полагает Что византийцы Избавившись От опасности Медлили С выдачей За Владимира Царевны Анны Ведь Незадолго Перед тем Они ответили Императору Аттону Великому Который Сватал За Сына Царевну Дочь Императора Романа Второго Неслыханная Вещь Чтобы Парфирородная То есть Дочь Рожденного В Пурпуре Рожденная В Пурпуре Вступала В брак С варваром 968 Год А если Для них Был Варваром Новый Император Запада То Тем более Царь Русов Только Мир Закончивший Корсунскую Войну Привел К браку Владимира С царевной Анной Ценой Возврата Корсуня Грекам Завена Царица Деля Много Сложнее Вопрос О самом Крещении Владимира О нем Имеем Ряд Противоречивых Русских Известий Важнейшие По Анализу Работы Принадлежат Алексею Александровичу Шахматову И Николаю Константиновичу Никольскому Примечания Шахматов Шахматов А.А. Корсунская Легенда О Крещении Владимира Он же Один из Источников Летописного Сказания О Крещении Владимира Сборник Статей По Славяновидению Посвященных Профессору М.С. Дринову Харьков 1905 Год Он же Разыскания Страницы 133-161 Никольский Н.К. Материалы Для Повременного Списка Русских Писателей И их Сочинений 10-11 В.С. Санкт-Петербург 1906 Год Он же К вопросу Об источниках Летописного Сказания О Святом Владимире Христианское Чтение Санкт-Петербург 1902 Год Номер Седьмой Конец Примечания Текстов Об этом Крещении Немного 1. Летописные Рассказы Новогородской Летописи И Повести Временных Лет 2. Древнейшее Житие Владимира Сохранившееся В позднейшей Редакции Но В нем Весьма Архаична Выписка Из летописи Старше Чем Наши Своды 3. Память И похвала Русскому Князю Владимиру Иакова Мниха Составленные Вероятно После Колонизации Владимира То есть В конце 12 Начале 13 Века 4. Обычное Житие Владимира Пятое Проложное Житие Шестое Слово О том Как Окрестись А Владимир Возьмя Корсунь Так Называемая Корсунская Легенда Седьмое Переработка Жития В разных Редакциях Чудовский Список Плигинский Сборник Позднейшая Редакция Восьмое Летописный Рассказ Позднейших Сводов Примечания О Житиях Владимира Смотри Серебрянский Н.И. Древнерусские Княжеские Жития Чтение В обществе Истории И древностей Российских При Московском Университете 1915 год Книга Третья Конец Примечания Сравнительное Изучение Всех Этих Текстов Их Взаимоотношения И так далее Составляют Весьма Сложную Историко-литературную Задачу Которую Далеко Еще Нельзя Считать Законченной А общая Цель Ее Выяснить Источники Наших Текстов Общие И разные У них Выяснить И манеру Пользования Ими Которая Привела К тем Текстам Какие Имеем А ведь Не эти Тексты Строго Говоря Должны Историку Служить Первоисточниками А Те Древнейшие До нас Не дошедшие Поскольку Возможно Их Разглядеть Сквозь Переделки И Искажения Позднейших Редакций Даже Старшие Из Дошедших До нас Текстов Очень Неполно Отражают Свои Первоисточники А Компилированы Из них С переделками И Дополнениями А Когда Мы Находим В Позднейших Памятниках Письменности Например В Летописных Сводах 15 И 16 Веков Упоминания О Фактах Которых Нет Старых Памятниках Например Известии Никоновской Летописи О Сношениях Владимира С Римом Мы Оказываемся Перед Трудно Разрешимым Вопросом Что Тут Позднейший Левымысел И Домысел Или Черта Старинных Первоисточников Ускользнувшая Или Намеренно Пропущенная Более Древними Памятниками А Восстановленная Позднейшим Книжником Который Мог иметь Под руками Материал До нас Не дошедший Из Всех Текстов Какими Мы Располагаем Видно Что Уже В 11 12 Веках В Эпоху Повести Временных Лет И Начального Свода Существовали Различные И Несогласные Между Собой Версии Сказания О Крещении Владимира Идет В них Перебой Киевских И Корсунских Преданий Притом В таких Книжных Обработках Которые Не просто Обрабатывали Старый Материал А подгоняли Его Под Определенные Тенденции Церковно-политических Воззрений И Интересов Не стесняясь Замены Одних Фактических Сведений Другими Момент Сознательного Искажения Исторической Действительности Несомненен В этой Письменности И ярко Освещен В трудах Алексея Александровича Шахматова И Михаила Дмитриевича Приселкова А сверх Того Предания О Крещении Владимира В наших Письменных Памятниках Подверглись Сильному Воздействию Тогдашнего Книжнического Творчества В приемах Этого Творчества Надо Отметить Две Особенности Его Близость К приемам Народного Эпоса И Его Подражательность Чужим Болгарским И Византийским Образцам Древнерусский Книжник Ведь И Сам Представитель Того Типа Народной Исторической Памяти Которая Легко Идет По пути Слияния Разновременных Сходных Событий В одну Типическую Картину Например Испытание Веры Перестановки Конкретных Деталей Из одного Рассказа В другой По аналогии И по склонности Представлять себе События В готовых Эпических Образах И Формулах На той же Почве Возникло И своеобразное Подражание Чужим Литературным Образцам Я Я Разумею Одно Историко-литературное Явление Характерное Для Древнерусской Агеографии Для Исторических Повествований Литературная Подражательность Выражается Не только В усвоении Общих Приемов Изложения Но и Готовой Фразеологии Которая Целиком Переходит Из одного Текста В другой При малейшем Сходстве Содержания А в него Переходят И элементы Самого Содержания Не исключая Иной раз И фактической Стороны Изложения Этот прием Сказывается Особенно Ярко В древней Русской Литературе Житий Сказаний Похвальных Слов Но Не чуждо Ему И Летописания Сравния Например Описание Походов Наполовцев Под 1103 И 1111 Годами По Ипакиевской Летописи Алексей Александрович Шахматов Выдвинул Гипотезу О том Что На летописном Сказании О Крещении Владимира Сказалось Влияние Болгарского Сказания О Крещении Князя Бориса Гипотезу Весьма Соблазнительную Так Как Ею Объясняются Некоторые Черты Русского Сказания Иначе Непонятные Например Имя По Некоторым Спискам Грека Философа Проповедовавшего Владимиру Христианство Кирилла И Некоторые Другие Таким Образом Критика Наших Источников По Истории Крещения Владимира И Руси Разрастается В большую Историко-литературную Работу Над Группой Текстов Составители Которых Преследовали Цели Не Исторического Повествования А Церковного Поучения И Проведения В сознании Читателей Определенных Церковно-политических Тенденций Притом Памятников Не Вполне Оригинальных А Отчасти Даже Переводных И В значительной Мере Подражательных По отношению К болгарским И Византийским Образцам В своем Изложении Я могу Остановиться Только На Главнейших Вопросах Поднятых Этой Работой Поскольку Они Касаются Фактической Стороны Утверждения Христианства На Руси На первом месте Вопрос О Взаимном Отношении Трех Событий Крещение Владимира Крещение Руси И Взятие Корсуня Причем Под Крещением Руси Разумею Не сцену В водах Почайны А Установление На Руси Церковного Строя И Иерархии Миссионерства Обычный Рассказ По повести Временных Лет Сливает Эти три События В один Исторический Момент Но Составитель Повести Временных Лет А вернее Его Ближайший Источник Начальный Свод Киево-Печорский Временник Игумена Иоанна Не скрыл От нас Что ему Было Известно Предание Излагавшее Последовательность И связь Событий Иначе Кавычки Открываются Все же Пишет он Сукаризный Не сведущее Право Глаголют Яко Крестился Есть Владимир В Киеве И Нии Жереща В Васильеве На реке Стугне В 996 Году Владимир Построил Тут Церковь Преображения Друзии Ж Инака Скажут Конец Цитаты Действительно В древнейшую Редакцию Жития Владимира Попал Отрывок Летописной Записи Где Читаем Кавычки Открываются На другое Лето К порогам Ходи По Крещении На На третье Лето Взять Корсунь На четвертое Лето Церковь Камену Святые Богородицы Десятинную Заложи На пятое Лето Переослав Заложи На девятое Лето Блаженный Князь Владимир Христолюбивый Церкви Святые Богородицы В даде Десятину От имения Своего Конец Цитаты Сама Датировка Не по годам От сотворения Мира А Счетом лет От одного События До другого Обличает Древний тип Летописных Записей Еще Не примкнувших К хронологической Сети Какого-либо Летописного Свода Быть может Житие Взяло Эти строки Из записи При Десятинной Церкви Тут Взятие Корсуня На третье Лето По Крещении Владимира Это Указывало Бы При Сопоставлении С Сообщениями Яхи Антиохийского И Льва Диакона Пселла На Личное Крещение Владимира В конце 987 Года То есть Немедленно По заключении Им Договора С Василием Вторым О Сватовстве Иженибе Этот Расчет Подтверждается И словами Того же Жития Что Кавычки Открываются По Святом Крещении Поживе Блаженный Князь Владимир Лет 28 Конец Цитаты Владимир Умер 15 Июля 6523 Или 1015 Года Стало Быть Житие Относит Его Крещение К 987 Году Наконец Намек На Крещение Владимира В 987 Году Можно Найти И В Повести Временных Лет Как Плохо Затушеванный След Старшего Ее Источника Ведь Под 987 Годом Повесть Временных Лет Рассказывает О Совещании Владимира С Боярами О Том Где Крещение Приимем Но На Их Ответе Где Телюба Прерывает Изложение Сколько Нибудь Понятной Связи Событий И вместо Сообщения О Крещении Переходит К рассказу О Походе На Корсунь Вставя Дату В Лето 6496 988 Год В середину Фразы Кавычки Открываются И Минувшу Лету В Лето 6496 Иде Владимир С Воина Корсунь Конец Цитаты Притом В Явном Противоречии Со Словами Минувшу Лету После 987 Года Что Дало Бы Взятие Корсуня В 989 Году Согласно Яхея И Льву Диакону Надо Признать С Шахматовым Что В Древнейшем Киевском Летописном Своде За Рассказом О Проповеди Грека Философа Следовал Недошедший До Нас Рассказ О Крещении Владимира В Киеве Или Васильеве Причем Алексей Александрович Шахматов Полагает Что Тогда Крестились И Сыновья Владимира И Бояре Его Летопись Наша Строит Свой Рассказ Иначе Из Элементов Весьма Разнородных Под 986 Годом Повесть Временных Лет Дает Рассказ О Приходе К Владимиру Проповедников Различных Вер Болгар Магометан Немцев Евреев Хазарских Перед Нами Поистине Эпическая Картина Уснащенная Народным Юмором И Полемически Злыми Выходками Но Она Может Иметь В Основе Кое-какие Обрывки Реальных Исторических Воспоминаний Вспомним Известия Западных Хроник Регинона И Хильдесхеймской О Сношениях Ольги С Атоном И Посылки На Русь Епископа Из Германии Вспомним Вспомним Неведомо Откуда Взятые Известия Позднейших Сводов Никоновской Летописи О Приходе Из Рима Послов К Ярополку 979 Год И Сношениях С Римом Владимира Алексей Александрович Шахматов И Их Считает Случайными Литературными Заимствованиями Из Болгарской Повести О Борисе Болгарском Но Это Как-то Плохо Вяжется С Их Летописной Формой И Обилием 988 Год Приходиша Послы Из Рима От Папы И Мощ Святых Принесоша К Володимиру 991 Год Придоша К Володимиру Послы Из Рима От Папы С Любовью И Честью 994 Год Послы Владимировы Приидоша В Киев И Ж Хадиша В Рим К Папе 1000 Год Приидоша Послы От Папы Римского 1001 Год Посла Владимир Гостей Своих Аке В Послех В Рим А с Другой Стороны В Одном Арабском Сочинении 13 Века В Сборнике Анекдотов Мухаммеда Ал Ауфи Находим Рассказ О Посольстве Владимира Буламира В Хаварезм С Разговорами О Желании Руси Принять Мусульманство И О Посольстве На Русь Мусульманского Имама Для Обращения В Магометанскую Веру Примечания Бартольд В Новое Мусульманское Известие О Русских Записки Восточного Отделения Русского Археологического Общества Санкт-Петербург 1896 Том 9 Страницы 262 267 Конец Примечания Встречи Киевской Руси С еврейской Пропагандой При сношениях С хазарами И наличности Евреев-купцов В Киеве Более чем Вероятны При международных Сношениях Руси Как отдельные Факты Разноверного Миссионерства Так и Народные Рассказы На эту Тему Могли Лечь В основу Той Эпически Обобщенной Формулы Какую С литературной Точки Зрения Представляют Летописные Рассказы О беседах Владимира С представителями Разных Религий И О его Посольствах Для Испытания Веры В разные Страны Такой же Литературной Легендой Но уже Книжнического Типа Выступает Рассказ О приходе К Владимиру Греческого Философа Для Проповеди Все Приписанные Ему Речи Без Остатка Разлагаются На элементы Литературной Компиляции Из Памятников Переводной Церковно-славянской Письменности Частью Позднейших По Времени Нет Повода Думать Что тут Хоть Что-нибудь Восходит К Современной Записи Алексей Александрович Шахматов И Самую Схему Рассказа И его Основные Мотивы Считает Подражанием Какому-то До нас Недошедшему Болгарскому Рассказу О Крещении Бориса А за Этими Моментами Летописного Рассказа Идет Описание Корсунского Похода Взятие Корсуня И Крещение Владимира В Корсуне Рассказ Этот Уснащенный Также И Эпическими И Житийно-литературными Чертами В общем Выдает Своё Корсунское Происхождение Хорошим Знакомством С топографией Херсонеса Это Греческое По своему Происхождению Сказание Вышло Вероятно Из Среды Корсунского Духовенства Сыгравшего Видную Роль В Организации Русской Церкви Его Успех В Русской Традиции Придал Ему Значение Официальной Церковной Версии Устранив Другие Киевские Предания Отделявшие Крещение Владимира От Корсунских Событий Оно Это Корсунское Сказание Явилось Орудием Определенных Церковно-политических Тенденций Торжество Которых Было Закреплено Внесением Корсунской Легенды В Начальный Свод В Ущерб Прежним Русским Известиям О Крещении Руси И Исторической Правде Выяснение Этих Тенденций Связано С Другим Вопросом О Первоначальной Организации Русской Церкви И Этот Вопрос Пожалуй Еще Больше Запутан Противоречиями Источников Чем История Самого Крещения Весь Уклад Деятельности Владимира Строителя Киевского Государства И Связь Истории Его Крещения С Русско-Византийскими Отношениями Делают Несомненным Что Вопросы Политические Играли Значительную Роль В самом Решении Владимира Принять Христианство И В том Как он Это Решение Выполнил Евгений Васильевич Анечков Сделал Весьма Любопытную Попытку Скрыть Даже В рассказах Летописи О Поведении Владимира Язычника Политические Мотивы Примечания Анечков Е. В. Язычество И Древняя Русь Санкт-Петербург 1914 Год Конец Примечания Он Исходит Из Текста Повести Временных Лет О том Как Владимир Кавычки Открываются Постави Кумиры На холму Вне Двора Теремнаго Перуна Древяна А главу Его Сребрену Ауз Злат А Хрса Дачь Бога И Стребога И Семаргла И Мокош Конец Цитаты Надо Признать С Алексеем Александровичем Шахматом Что Этот Текст Развитый И Дополненный Позднее Нагромождением Имен Сомнительных Богов Русского Олимпа Но Едва ли Он Прав Сводя Первичную Редакцию К словам Постави Кумиры На холму Вне Двора Теремнаго Дело В том Что Варианты Радзивилловского И Академического Списков Не раз Дают Лучшее Чтение Чем Основной Лаврентирский Кумир Указывает На текст Где Был Назван Один Перун Который И В договорах С греками Один Рядом С Велесом Чей Идол Каменный Стоял В Киеве В ином Месте На Подоле На торгу А чтение Володимир Постави Кумир На холму Вне Двора Теремнаго Перуна Древяна И Главу Его Сребрину И Творяще Потребу Ему С людьми Своими В соответствии Дальнейшему Новгородскому Известию Владимир Анечкова Чтение Это Представляется Наиболее Вероятным Как Древнее Первоначальное Так вот Анечков Толкует Этот текст Как попытку Объявить Свой Военно-дружинный Культ Общим Культ Перуна Дружинно-княжеский Культ Киевских Игоревичей Получает Новое Значение Когда Князь И Дружина Окончательно Превратились В политическую Власть На Руси То есть При Владимире Владимир В связи С этим Затеял Религиозно-политическую Реформу Поставил Богатый Идол Перуна Вне Двора Теремнаго То есть Предназначил Этого Бога Для Общественного Поклонения Так Толкует Этот Акт Владимира И Федор Евгеньевич Корж Примечания Корж Ф.Е Владимировы Боги Сборник Харьковского Историко-филологического Общества 1908 Год Том 18 Страница 51 59 Конец Примечания Все это построение Анечкова опирается на весьма ценный анализ древнерусского язычества с одной стороны а с другой на представление что дружина была первоначально особым замкнутым в себе учреждением с особым своим внутренним строем как огнище князя и своим особым культом а затем развертывается в настоящую политическую силу к этим весьма по-моему ценным построением я вернусь когда буду говорить о дружине а пока отмечу только религиозно-политические мотивы деятельности Владимира Язычника ради аналогии какую находим для них в его действиях как просветителя Руси христианством Общий исторический смысл образования киевского государства в южной ориентировке всей восточнославянской жизни Оно по выражению Шахматова кавычки открываются ослабило связь севера с центрами балтийской культуры и повернуло Новгород лицом Киеву и Царьграду Разрушение Хазарского царства оторвало Вятичей от восточных владений и повернуло также и их лицом к юго-западу Конец цитаты Но в частностях шахматовская оценка исторического смысла Владимировых времен не совсем понятно Кавычки открываются При общении государства к византийской цивилизации пишет он Владимир дал ему определенный облик и создал могущественные средства для внутреннего единения Конец цитаты Про поход Владимира на греков Корсунский Алексей Александрович Шахматов говорит что его цель установить непосредственное общение с греческой культурой проникавшей раньше через посредства Болгарии А между тем по Шахматов уже не подлежит сомнению что Владимир принял веру именно от Болгар и что в 10 веке Киев поддерживал самые оживленные сношения именно с Болгарией Кавычки открываются Киев объединяя русские племена Поднепровья и соседних северных областей является проводником особой культуры которую можно назвать южно-русской Конец цитаты Эта культура взращена разнородными влияниями византийскими и малоазийскими с сильным восточным элементом через Крым Кавказ Ясы Касоги Хазары и через Кочевников северными Варяжскими западными Романо-Германскими через Чехию и Польшу на первом месте по значению глубине и силе стоит именно болгарское влияние кавычки открываются Для историка русской культуры пишет Шахматов в частности и языка это обстоятельство имеет большое значение Киев получил через Болгарию то могущественное орудие духовного просвещения которое сделало его духовным центром всех русских племен и содействовало их объединению получив из Болгарии христианство Киев одновременно заимствовал оттуда книжный язык конец цитаты но все эти несомненные и важнейшие явления в истории русской культуры остаются в источниках наших без сколько-нибудь достаточного исторического комментария момент сыгравший чрезвычайную роль в деле объединения русских племен в создании единой для всего русского народа южно-русской культуры с фактической бытовой своей стороны весьма нам плохо известен как не строго отнеслась наша ученая критика к труду Михаила Дмитриевича Приселкова очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII веков нельзя не признать что это единственный труд в котором сделана серьезная попытка разрешить историческую загадку болгарских основ нашей древней киевской культуры в связи с ранней историей русской церкви примечания сравни о книге Приселкова статью Шахматова заметки к древнейшей истории русской церковной жизни конец примечания Приселков как и Шахматов признает что Владимир принял крещение в конце 987 года тотчас по заключении договора с императором Василием Вторым Причем говорит об этом так Кавычки открываются Владимир крестился вместе с семьей и боярами А может быть и народом Уже христианином киевский князь оказал военную помощь императору Василию и спас его колебавшийся трон Конец цитаты Далее Основной вопрос о введении на Руси православной церкви то есть об установлении церковной иерархии Старейшие источники поскольку они отразились в повести временных лет и в новогородской летописи не знают при Владимире никакого митрополита на Руси Повесть временных лет сообщает что Владимира окрестил в Корсуне епископ Корсуньский с попы царицыни и потом повенчал его с царицей о возвращении Владимира из Корсуне в Киев повесть временных лет пишет кавычки открываются Владимир же пасем поем царицу и Настаса и попы Корсуньские смощми святого Климента и Фива ученика его поэма Суды церковные и иконы на благословение себе конец цитаты в дальнейшем его советники епископы о митрополите или архиепископе нет ипомину тоже и в новогородской летописи однако кто же такой Анастас Корсунянин по построении храма Святой Богородицы Владимир кавычки открываются поручи Ю Анастасу Корсунянину и Попы Корсунянину Корсуньская пристави служите в ней вдав ту все ежебе взял в Корсуне иконы и суды и кресты конец цитаты церкви этой он дал от имения моего и от град моих десятую часть и вдасть десятину Анастасу Корсунянину этот Анастас выступает еще сперва в рассказе где ему приписано изменническое содействие Владимиру при взятии города а затем уже по смерти Владимира в истории господства польского короля Болеслава в Киеве когда он захватил Киев придя на помощь святополку против Ярослава Болеславу пришлось бежать из Киева ибо население стало избивать ляхов и он побежа из Киева взма имение и бояр Ярославы и сестре его и Настаса приставе десятинного к бояре Ярославе и сестре его и он кавычки открываются побеже из Киева взма имение и бояре Ярославле и сестре его и Настаса приставе десятинного ко имению бебося ему вериль лестью конец цитат Больше о нем ничего не знаем Разве что к нему отнесем согласно нерешительному предположению Шахматова одно известие Тетмара Мерзенбургского Тетмар про те же события тысячи восемнадцатого года так сообщает Когда Ярослав в первый раз отнял Киев у святополка пришли на него Болеслав с святополком и ему пришлось бежать из города Архиепископ этого города со всем духовенством с почетом встретил прибытие святополка и Болеслава в Святой Софии а затем Болеслав посылал этого архиепископа к Ярославу для переговоров о размене пленницами У Ярослава в плену была Болеславова дочь жена святополка а Болеслав захватил в Киеве мачеху Ярослава его жену и сестер Некого признать в этом архиепископе кроме Анастаса Десятинного Епископом называет Анастаса и одно из житий Владимира Епископом признают Анастаса и Шахматов с Преселковым Но почему наши тексты так странно с ним обходятся? Зовут его просто Анастасом Едва ли достаточно объясняется это его непристойным политическим поведением Но пока примем что Анастас был епископ поставленный в Корсуне для Киева как Иоаким Корсунянин епископом для Новгорода и обратимся к другим данным о русской церкви при Владимире Святославиче В нашем рукописном материале имеются разные списки русских митрополитов Старейшей редакции надо признать ту какую читаем в тексте новгородской летописи Этот список начинается с Феопемта поставленного на Русь Константинопольским патриархом уже при Ярославе Он в первый раз упоминается под 1039 годом по поводу освящения церкви вероятно Святой Софии митрополия заложенной Ярославом в 1037 году а не десятинный как сказано в повести временных лет Но в позднейшей письменности Феопемт оказывается то четвертым митрополитом после Михаила Леона и Анна то вторым после Леона Есть и такой порядок Леон Михаил и Аан Михаил и Леон как киевские митрополиты не имеют никакого права на историческое бытие Весь вопрос о них сводится к догадке откуда забрели их имена в списке митрополитов и в иные памятники позднейшей письменности На это пытались дать ответ и Голубинский и Шахматов и Приселков То Михаила то Леона или Леонта называют первым митрополитом киевским уставы святого Владимира в разных редакциях в связи с анахронизмом тех же редакций что де взят этот первый митрополит Владимиром у патриарха Фотия который на сто лет старше Владимира Имя Фотия навело Голубинского а за ним и Шахматова на мысль что связь по имени с Михаилом или Леонтом не случайно а забрели они на Русь вместе либо из сказания о крещении русов в 860 году Михаил либо из сказания о крещении болгар Леонт но то или иное историко-литературное объяснение этих имен ничего не прибавит и не убавит к их историческому небытию на почве русской церкви сложнее дело с Иоанном киевский митрополит Иоанн засвидетельствован для 20-х годов 11-го века стало быть ранее Феопемта в рассказе об обретении Ярославом мощей святого Бориса и Глеба и перенесении их в Выжгород как у Нестора в его чтении о житии и погублении святых князей Бориса и Глеба так и в другом житийном сказании о них эти сказания согласно весьма убедительным заключением Алексея Александровича Шахматова использовали с фактической стороны записи ведшиеся при Выжгородской церкви стало быть и их показания существенны житие Бориса и Глеба притом колеблется в титуле Иоанна именует его то митрополитом то архиепископом естественно признать с приселковым и шахматовым что подлинный старый титул архиепископ естественно замененный словом митрополит в труде позднейшего книжника привыкшего именовать так главу Киевской церкви Итак в 20-х годах 11-го века в Киеве был архиепископ Иоанн Преселков отождествляет его с тем архиепископом о котором говорит Титмар это весьма невероятно ибо едва ли Ярослав мог примириться со сторонником или по крайней мере угодником своих врагов Преселков идет и дальше Того же Иоанна он отождествляет с главой болгарской церкви Иоанном патриархом Ахридским который в 1018 году когда Болгария была сокрушена Василием Вторым болгоробойцей был посредником между византийским императором и болгарами при заключении Струмитского договора об условиях подчинения Болгарии а зато сохранил свое положение даже получил расширение своей власти по трем императорским Хризавулам но с титулом уже не патриарха а архиепископа автокефальной Ахридской церкви Против последнего отождествления шахматов представил веские возражения киевский архиепископ Иоанн в 1018 году был на Руси в Киеве затем идет в Новгород к Ярославу для переговоров а Ахридский Иоанн едва ли мог разъезжать по Руси в то время когда решалась судьба Болгарии и его патриархата Правда Струмитский договор заключен в феврале марте 1018 года упоминания об Иоанне киевском относятся к августу но первый хризавул императора Василия Иоанн Ахридский получил в 1019 году стало быть весь 1018 год был еще слишком горячим временем чтобы архиепископ мог покинуть надолго Болгарию От издействования двух Иоаннов нужно Преселкову для обоснования основной гипотезы что при Владимире русская церковь была подчинена не византийскому а болгарскому патриарху объясняет он это тем что Владимир не столковался с греками ввиду их стремления держать местные церкви в строгом подчинении Константинопольской церкви и связывать это церковное подчинение с идеей политической зависимости новообращенной страны от Византийской империи Недовольный Владимир тогда и обратился к болгарскому патриарху и от него получил нужное ему постановление епископов опору и руководство в организации русской церкви устраняя отождествление двух иоаннов Алексей Александрович Шахматов думает устранить по существу приселковскую гипотезу и считает более вероятным как раз обратное именно что Владимир приобщил русскую церковь именно греческой разорвав исконную церковную связь Киева с Болгарией Дело в том что эту исконную церковную связь шахматов выдвигает сильнее чем это делает приселков справедливо удивляясь почему приселков не остановился на вопросе откуда же пришло христианство в Киев если бы приселков поставил вопросы кто ставил попов в церкви святого Илии и какому епископу была подчинена церковь он мог бы в их наиболее вероятном решении найти несколько веских аргументов в пользу своей ахритской гипотезы не сведи приселков всего церковного вопроса на политическую почву он глубже оценил бы значение культурных отношений которые несомненно издревле связывали Киев именно с Болгарией насколько постоянны были русско-болгарские сношения видно как метко подчеркивает шахматов из того что греки не раз получали из Болгарии предостережение о готовящихся набегах Руси указывает шахматов на такие черты болгарско-хазарских отношений как болгарская мода на еврейские имена Давид Моисей Аарон Самуил болгарское влияние на Руси должно было быть сильнее может быть и ранее времен Игоря С христианством ранее Владимира появились на Руси церковнославянский язык и болгарская письменность Договоры с греками шахматов считает древнеболгарскими по языку На этом же языке конечно совершалось и богослужение в церкви святого Ильи попами из Болгарии стало быть под юрисдикцией болгарской церкви Но что же произошло при Владимире? Владимир крестился на Руси Едва ли следует принять что крестил его грек-миссионер Вероятнее что он мог креститься в той же церкви святого Ильи Но шахматов полагает что Владимир в 989 году разорвал исконные церковные связи с Болгарией Причина та что первые епископы в Киеве и в Новгороде корсунские греки что сильная и древняя традиция говорит о деятельной роли в крещении Руси корсунских попов и корсунской церковной утвари Недаром у нас и позднее все особо ценное редкостное или древнее в церковном искусстве называли корсунским даже знаменитые новгородские корсунские врата хотя они немецкой работы Однако сам же Шахматов указывает что если бы мы даже признали достоверным предание о крещении Владимира греками мы все-таки должны допустить обращение к Болгарии за книгами и учителями Шахматов легко мериться с тем что это обращение как-то исчезло из наших источников словно современники крещения Руси и их ближайшие потомки и не заметили его Он видит в этом лишь доказательство того что наши сношения с Болгарией шли путем неофициальным Совсем не понимаю что тут может означать официальный или неофициальный раз речь идет об обращении князя организующего церковь в соседнюю страну за книгами и учителями летописец рассказывает что Владимир нача ставите поградом церкви и попы и нача поймати у наручитые чади дети и даяти нача научение книжное и попы и книги несли в русскую среду болгарский церковный язык и болгарскую письменность кадр грамотных и книжных людей в Киеве при церкви святого Ильи не мог быть особенно значителен обращение в Болгарию за просветительными силами и средствами было крупным делом близким и важным для всякого киевского книжника а наши источники о нем молчат естественно приходишь к мысли причина этого умолчания та же что причина третирования Анастаса что путаница с митрополитами что появление корсунской легенды затершей почти совсем следы подлинной обстановки крещения Владимира и так далее то есть тенденциозное искажение к вящей славе Византии всей ранней истории русского христианства и русской церкви в этом глубокое основание гипотетических построений Преселкова по недостатку данных он насилует тексты и создает факты иной раз с излишней смелостью но не всегда удачные аргументы и иллюстрации его мысли не должны затемнять оценку его меткой критики традиционных представлений и верного чутья исторических отношений в их сути хотя и мудрено облечь эту суть по состоянию материала в конкретную форму исторического рассказа о том как же дело на самом деле происходило дополнение редакция 1907 1908 годов содержала также следующий текст организация церкви русской должна была начаться непосредственно после официального введения христианства в Киеве которая последовала за бракосочетанием Владимира и царевны Анны вопреки идиллической картине принятия христианства какую нам рисует древний книжник его введение надо назвать актом княжей власти как читаем в знаменитом слове о законе и благодати с похвалой Кагану нашему Владимиру первого митрополита из русских Иллариона 1051-1055 годы кавычки открываются и заповеда по всей земле своей хреститеся и небысть не единогоже противящаяся благочестному его повелению да аще кто и нелюбовью но страхом повелевшего крещахуся понежебе благоверия его с властью спряжено конец цитаты само собою что и в этих словах и в позднейших восхвалениях Владимира за то что он всю землю русскую крести от конца и до конца Иаков Мних много риторического преувеличения новая вера раньше всего укрепила свое влияние в высшем княжеско-дружинном строе и лишь постепенно из городских центров завоевала себе практическое значение в народной массе первым шагом к утверждению новой веры должны были служить построение церквей основания монастырей и меры для распространения нового книжного просвещения хотя бы для того чтобы иметь своих проповедников и свое духовенство окрестив киевлян Владимир повеле рубите церкви и поставляйте по местам иди же стоях у кумиры на месте где стоял идол Перуна поставлена была церковь святого Василия но первую солидную постройку Владимир начал когда по мысли создать церковь пресвятые богородицы и послав при виде мастеры от грек закончив постройку князь поручил ее Настасу корсунянину и корсунским попам поместив в нее все что привез из корсуне иконы сосуды и кресты обращает на себя внимание способ материального обеспечения нужд этой церкви примененной Владимиром кавычки открываются даю сказал он церкви сей от имения моего и от град моих десятую часть дело в том что этот вид дотации церкви не был употребителен в греческой церкви а напротив широко распространен на западе примечания Суворов Н. С. Следы западно-католического церковного права в памятниках древнего русского права Ярославль 1888 год Он же к вопросу о западном влиянии на древнерусское право Ярославль 1893 год Павлов А.С. Мнимые следы католического влияния в древнейших памятниках югославянского и русского церковного права Москва 1892 год Сравнить Голубинский Е.Е. История русской церкви Второе издание Москва 1904 год Том 1 Потом Второй Конец примечания Правда между русской и западной десятиной есть существенное отличие Там со времен капитулярия Карла Великого 779 года десятина слагалась из десятой части государственных доходов и десятой части доходов со всего населения У нас же она не стала общей податью а шла только с княжих доходов Но различие очевидно не принципиальное а обусловленное тем что политический строй Киевской Руси не давал князю возможности ввести в пользу церкви подобный налог что было бы и несомненной ошибкой в деле распространения христианства Правда до нас дошли церковные уставы князей изображающие десятину иначе Во-первых так называемый устав Владимира Святого о церковных судах гласит Кавычки открываются Конец цитаты Конец цитаты Формула краткой старшей редакции устава вполне совпадает с показанием летописи но добавление пространной расширяет десятину до налога из домов на всякое лето что можно понять как налог общий хотя формула из домов необычно и вызывает уже сама по себе недоумение помимо того пространная редакция носит характер позднейшей литературной обработки довольно давней так как старейший ее список в кормчей конца 13 века так она говорит вначале о восприятии святого крещения Владимиром от Фотия патриарха цареградского и о первом митрополите в одних списках Леоне а в других Михаиле этот текст пространной редакции Владимирова устава повторяется в начале устава великого князя Всеволода с именами Фотия и Михаила причем говорится еще подробнее кавычки открываются и Даша ей Церкви Святой Богородицы десятину в всей Русте земли и всех княжений в Соборную Церковь Святой Богородицы и же в Киеве повторение и Святой Софии Киевской и Святой Софии Новгородской анахронизмы Речь идет о Владимире и Ярославе хотя последний не назван а Святая София в Новгороде заложена в 1045 году и митрополитом Киевским и архиепископом с 1165 года Новгородским от всякого княжа суда десятую векшу а исторгу десятую неделю а из домов на всякое лето от всякого стада и от всякого жито святому спасу и причисти его матери и премудрости Божией Святой Софии Конец цитаты А в дальнейшем устав Всеволода великого князя сродни пространной редакции устава Владимира да и вообще носит следы интерполяций и переделок и сам поэтому дошел до нас отнюдь не в первоначальном своем виде Так шла литературная история старшего устава развившегося в еще более поздней письменности в повествовании о льготах и заботах какими церковь и духовенство пользовались со стороны Владимира Святого и других князей Возвращаясь к десятине отмечу что под 1037 годом летопись изображает ее так Ярослав кавычки открываются церкви ставляши по градам и по местам поставляя попы и дая им от имения своего урок виляем учите люди Конец цитаты Так и в позднейшем уставе около 1135 года Всеволода Настиславича князь дает Новогородской церкви Святого Ивана на опоках в Новгороде доход от своего великоимения а по уставу 1137 года новогородского князя Святослава Ольговича устав бывший прежде нас на Руси от прадед и от дед наших состоит в том что и мать епископом десятину от даний и от вир и продаж что входить в княж двор всего Наконец и устав Ростислава Смоленской епископии 1150 года дает церкви десятину от всех даний смоленских кавычки открываются что вся наречет области Смоленское или мало или велика дань любо княжа любо княгинина или чья сихотя правите десятину святой богородицы Конец цитаты Церкви в 11-12 веках идет десятина только с княжьих доходов идущих лично ему или уступленных им княгине боярам и судьям которым уставы запрещают нарушать церковные привилегии Их же надо разуметь и под людьми своими князя Ростислава а не вече как хочет Владимирский Буданов Не одна десятина составляла эти привилегии Уставы старшие главным содержанием имеют определение суда церковного но вопрос о характере и объеме церковного суда более осложнен сомнительностью текстов уставов особенно старейших чем вопрос о десятине Несмотря на ссылки уставов начиная с пространной редакции Владимирова на греческий номаканон на уряжения греческих царей и вселенских соборов привилегии судебные церкви по уставам нашим значительно шире тех какие были предоставлены самой греческой церкви кроме того сомневаясь в достоверности уставов указывают обыкновенно на два противоречия между ними и бытовыми условиями древнерусской жизни состоящие в том что устав Владимира передает в заведование епископов больницы гостиницы и страноприимные дома которых на Руси не существовало и между уставами с одной и русской правдой с другой стороны состоящие в том что споры по наследству по русской правде подсудны княжему суду а по уставам епископскому сами по себе все эти соображения не имеют решающего характера пришлое духовенство могло своим влиянием расширить свою судебную компетенцию по-своему излагая и греческие узаконения подобная тенденция могла естественно вытекать не только из столь обычного в истории церкви стремления ее иерархов усилить свое влияние но и из мотивов связанных с задачами церковно-просветительского влияния в новообращенной среде влияние особенно на ее семейный быт упоминание о благотворительных учреждениях могло быть простым переносом греческой формулы и греческой практики имевшей для духовенства на Руси значение привычной программы плана действий наконец противоречие между русской правдой и уставами относительно споров о наследстве в сущности мнимое русская правда не говорит о подсудности спора о наследстве князю а лишь о том что кавычки открываются ащи братья растяжутся пред князем о заднице то которые детские идете их делите тому взятии гривна кун конец цитаты примечание русская правда издание В.И. Сергеевича третья редакция статья 110 карамзинский список статья 117 конец примечания тут по существу дело не подспудность а обращение к третейской роли княжего чиновника при спорах о семейном разделе уставы с попыткой духовенства монополизировать в свою пользу известную функцию можно видеть ввиду того что речь идет о споре решаемом в порядке третейского разбирательства конкуренцию двух тенденций но как бы то ни не подспудность с павловом на восьмом археологическом съезде в москве оно сводится к отрицанию что владимир был составителем устава но что в основе его содержания лежат правила установленные при владимире сам же устав образовался как и русская правда путем работы частного лица конечно духовного причем к старейшей его части приписывались отдельные случаи разновременные передачи тех или других дел церковному суду в таком случае устав в своей торжественной официальной форме является фальсификатом но содержание его в целом ряде случаев определяемых только гипотетически отражает действительность историческую или притязание духовенства содержание это распадается на две части по некоторым делам епископскому суду подсудны все христиане эти дела распуст развод смельное заставье пошибение между мужем и женой о животе драка женитьба в недозволенных степенях родства или свойства ведьство зеленчество знахарство урекание развратом знахарством или еретичеством зубояжа побои нанесенные детьми родителям братни ли дети тяжутся о заднице церковная татьба мертвеца волочат крест посекут или на стенах режут скоты или псы или под кебес велики нужи видеть или что не подобно в церкви падет те все суды по уставу Владимира краткой редакции церкви даны суть примечания владимирский буданов м.ф хрестоматия выпуск 1 страница 229 конец примечания Дополнения в перечнях подсудных церкви дел в пространной редакции устава Владимира и в ее переделке в уставе Всеволода не меняют общего их характера это дела по преступлениям против нравственности против религии и церкви и дела семейного характера Особый характер носит так называемый устав князя Ярослава Владимировича о церковных судах Он также дошел в ряде редакций то более то менее полных с различными введениями Две черты в нем особенно привлекают внимание Первое за ряд преступлений полагается денежный штраф епископу а князь казнит или а казнят его властельскую казнью под чем разумеется вероятно тот или иной вид физического наказания Второе Плата за преступление различна смотря по значению потерпевшего лица Последняя черта будет нами рассмотрена особо в связи с той же особенностью русской правды А первая дала Ключевскому повод очень высоко оценить внутреннее достоинство Ярославово Устава который углубляя понятие о преступлении значительно расширил область вменяемости Так как почти вся определяемая им компетенция церковного суда обнимавшая жизнь семейную религиозную и нравственную составилась из дел которых не считал преступлениями или не предусматривал древний обычай Это меткое замечание касается вообще древнейших уставов о церковном суде Оно подчеркивает общую их тенденцию изменить представление о каре как мести или вознаграждении потерпевшего другим более государственным видящим в наказании акт власти которая поставлена от Бога как говорили епископы Владимиру на казнь злым а добрым на милование Напомню вам предание об этой беседе Кавычки открываются Живящий на казнь злым а добрым на милование Достой ти казнить разбойника но с испытом Владимир же отверг Виры нача казните разбойника и ореши епископи и старцы Рать много О же Вира то на оружье и на конях буде И речи Владимир Тако Буде И живящий Владимир по устроению отню и дедню Конец цитаты В сопоставлении с уставом Ярослава этот рассказ может быть получает нелишенный интереса исторический смысл Как след попыток византийского по воззрениям и происхождению духовенства привить на Руси новые представления о роли государственной власти Будущее далекое историческое будущее было за этими представлениями Но ближайшее время их не приняло Поэтому рассказ летописи заканчивается известием о возврате к системе обычных денежных кар за преступления Поэтому и устав Ярослава имеющий вероятно историческую основу что поддерживается его родством с русской правдой и в градации взысканий и в денежной системе должен быть признан памятником выражающим тенденции духовенства нашедшей может быть поддержку со стороны Ярослава но не может служить источником для изучения действительной практики того времени Вот почему и стоит он так обособленно даже в ряду других церковных уставов Не имея никаких документов которые познакомили бы нас с действительной практикой церковных судов мы не в состоянии дойти до желательных результатов в выработке отчетливого представления об их роли и вынуждены ограничиться самой общей характеристикой круга дел подлежащих их ведению относительно всех мирян Другую сторону судебно-административных привилегий церкви составляло изъятие полное или ограниченное из-под ведения княжего суда и княжей администрации так называемых церковных людей то есть духовенства и служащих при церкви живущих при церквах или монастырях или на церковных землях состоящих под опекой церкви людей краткая редакция Владимирова устава говорит без ограничений что митрополит или епископ ведает межою имея судом или обиду или которая или задница если же есть дело между и сторонними людьми то общий суд то есть судят и делятся судебными доходами вместе судьи духовной и княжой тоже находим в одной полагаю старшей редакции Ярославова устава кавычки открываются «А что деется в домовых людях и церковных и в монастырях и не вступаются княжи волостили в то а в то ведают епископли волостили» конец цитаты позднейшие редакции обоих уставов содержат уже оговорку кавычки открываются «Судите их оприс на мирян разве татьбы с поличным то судите с моим та же и душегубленнее а в иные дела не накажи моим не вступатися» конец цитаты состав этих церковных людей определяется в краткой редакции устава Владимира так кавычки открываются «Асиоцерковные люди игумен поп диакон и кто в клиросе чернец черница попадия проскурница попович лечец прощеник задушный человек монастырь больницы страноприимницы то люди церковные богодельные конец цитаты устав всеволда развивая Владимиров добавляет паломника свечегаса странника слепца хромца а слово прощеник заменяет словом пущеник затем добавляет изгоев с знаменитым определением изгои трое попов сын грамоте не уметь холоп из холопства выкупица купец одолжает конец цитаты три термина в этом перечне требуют объяснения прощеник пущеник задушный человек изгой слово прощеник обыкновенно объясняют получивший чудесное исцеление основание для этого видят в передаче Герберштейном Владимирова устава именно в словах Владимир подчинил власти духовных лиц и тех кто получил чудесное исцеление от какого-нибудь святого в том что слово прощеник в других текстах прощеники Божии получившие прощение грехов или исцеление у святых мощей другое пояснение предлагает Голубинский опираясь на текст Маржарета кавычки открываются В России есть особенный орден состоящий из людей которые предчувствуя приближение смерти были с обороны маслом однако же не умирали Такие люди обязываются носить до самой кончины платье похожее на монашеское Жены их имеют право выйти за другого замуж Конец цитаты Голубинский указывает что в некоторых местностях России и теперь выздоровевшие по соборовании считаются как бы воскресшими из мертвых и обязанными жить не как другие люди но аскетически Таких он и предлагает разуметь под прощенниками Некоторое недоумение в исследователях вызывало большое количество прощенников и выделение их в особый класс Так в грамоте князя Ростислава Смоленской епископии 1150 года читаем Кавычки открываются «Осю даю святой Богородице и епископу прощенники с медом и с кунами и с веру и с продажами и не надо бе их судите никакому же человеку» Конец цитаты Этот текст в сопоставлении с такими топографическими именами как «Прощенник» близ Пскова новгородская летопись вызывает представление о существовании поселений прощенников Вероятно такие впечатления заставили Срезневского предложить правда с вопросительным знаком отождествление прощенника с задушным человеком что можно поддержать ссылкой на замену слова прощенник пущенником в уставе Всеволода Ольговича В таком случае прощенник оказался бы холопом отпущенным на волю богоделя но едва ли есть прямое основание так суживать значение термина прощенник скорее обходя этим трудность его толкования чем разрешая ее сопоставим лучше его значение с термином изгой Глосс в грамоте Всеволода Ольговича знает три вида изгойства безграмотного поповича разорившегося купца выкупившегося на свободу холопа этимологический смысл слова достаточно ясен не знаю только есть ли прямое основание считать его заимствованным указывают на латышское изгоис вышедший на готское узгайс ян выходить узгауя изгнанник среди современных провинциализмов указано Беляевым выражение изгойные поля в смысле отдельные и с этим ставят связь значение вышедшей из своей социальной группы выбитой из обычного строя жизни и общественного положения считая основным источником изгойства выход холопа из холопства примечания Владимирский Буданов М.Ф Христоматия выпуск первый страница 244 примечание 5 страница 245 примечание 23 Сергеевич В. Русские юридические древности Том 1 страница 274 Конец примечания Действительно в древнем наставлении духовнику о принятии кающихся читаем требование чтобы кто продает челядина брал за него не больше чем сам дал и чтобы кто выкупается на свободу давал за себя столько же сколько за него заплачено Лишек при таких сделках называется в этом наставлении изгойством и все пак и горе всего емлющим изгойства на искупляющихся от работы и не удовлетворяющимся ценой уреченную а требующим еще после выкупа платы с бывшего холопа или ищущим изгойства с его детей родившихся на свободе с помощью лжесвидетелей примечания русская историческая библиотека второе издание Санкт-Петербург 1908 год том 6 памятники древнерусского канонического права часть 1 памятники 11-15 веков столбец 842 конец примечания изгои подобно прощинникам и больше их играли видную роль в княжеском и церковном землевладении в той же местности под Псковом где мы встретили прощинника находим княжье село изгои примечания полное собрание русских летописей изданное по высочайшему повелению археографической комиссии том 4 страница 187 конец примечания село соизгои упоминаются в актах в грамоте Ростислава Смоленского князь дает святой Богородице и епископу село Дроссинское соизгои и с землей село Ясенское и с Бортником и с землею и с изгои а из двора своего на горе огород с капустником и с женою и с детьми за рекой Тетеревник с женою и с детьми устав о мостовой повинности в Новгороде о владелице сквозь городные врата с изгоей а с другыми изгои до острые улицы Климент Смолятич подчеркивает эту экономическую роль изгоев в развитии крупного землевладения осуждая славы хотящих и же прилагают дом к дому и села к селам изгои и сябры и борти и пожни ляда же и старины чтобы получить полное представление о материале для толкования занимающих нас терминов вспомним и о задушных людях это тоже холопы вышедшие из холопства но не выкупом а отпущенные на волю напомин души по духовным завещаниям осмыслить и объединить все эти разрозненные впечатления можем сопоставив их с данными позднейшего времени о составе населения работавшего на монастыри и зависевшего от них тут находим трудников которые с малых лет в монастырских огородах тружаются безродных сирот которые за сиротством кормятся при монастыре работая в его хозяйстве людей которые были крестьянами да за скудостью сошли на монастырский двор и живут в коровниках скотниках и тому подобное видим добровольных работников которые по обету временно годами или вечно живут при монастырях в положении монастырских работников как это и в 20 веке можно было наблюдать например в Соловецком монастыре такими были прощенники изгои и другие обездоленные судьбой находившие на монастырской земле или за монастырской оградой зависимое но определенное положение защиту и материальное обеспечение перед нами как увидим пока разрозненные черты очень глубокого и важного социального процесса которым мы еще вернемся в связи с вопросом о происхождении и значении крупного землевладелия княжеского церковного и боярского конец дополнения надо кажется признать первым киевским епископом Анастаса приселков признает что киевская церковь времени ахридского господства представляется как три епископии киевская новгородская и белгородская а киевским епископом считает Анастаса Корсунянина так двое корсунские греки третьего мы не знаем по имени приселков считает их поставленными по воле Владимира рукою ахридского патриарха на это нет конечно указаний но нет их и на поставление их от патриарха Константинопольского правда Яхия пишет что император Василий послал к нему впоследствии митрополитов и епископов которые окрестили Владимира но это стоит в противоречии с корсунской легендой которая почему-то в корсуне знает только корсунского епископа при крещении и бракосочетании князя правда новгородская летопись под 989 годом пишет кавычки открываются крестиса Володимир и вся земля русская и поставиша в Киеве митрополита А Нову Городу архиепископа А Пайным Городом епископы и попы и диаконы конец цитаты но она же знает первым митрополитом Феопемпта а епископ Новогородский стал архиепископом только в 1165 году Илья наибольшее недоумение вызывает вопрос об иерархической подчиненности киевской епархии и вообще ранней русской церкви епископское постановление Анастаса и Иоакима тотчас по браке Владимира с царевной Анной трудно вести с приселковым из Ахриды ведь эти корсунские греки могли быть поставлены как будто только в корсуне быть может Яхья и прав что в свете Анны были митрополиты и епископы ибо трудно себе представить чтобы царевну отпустили из Византии без сопровождения двух-трех видных церковников Это может быть и не противоречит первой роли при бракосочетании местного корсунского епископа Но ведь и в культурно-историческом отношении важно то обращение к болгарам которое остается невыясненным и для которого недостаточно шахматовских оговорок У того же Шахматова в его рецензии на Приселково находим ряд указаний свидетельствующих о позднейшем сближении Владимира с Болгарией в ущерб его византийским связям Эти указания связаны с вопросом о последнем браке Владимира Анна умерла по согласному свидетельству Титмара и наших летописей раньше Владимира а между тем в событиях по смерти Владимира упоминается мачеха Ярослава летопись называет ее младших сыновей Бориса и Глеба сыновьями болгарки считать их рожденными в языческие времена до 988 года нельзя потому что по согласному показанию источников они убиты в отроческом возрасте а ведь им было тогда уже под 30 лет характерно что со всеми иными болгарофильскими чертами исчезло не только имя этой мачехи Ярославлей но и всякое о ней упоминание из русских источников но указание Титмара не может быть отброшено если принять это рассуждение гипотеза Преселкова получила бы несколько иной вид и примирена была бы с несомненной значительной ролью корсунского духовенства в крещении Руси но тут есть одно большое препятствие повесть временных лет дает год когда переставися царица Володимирия Анна именно 1011 если Владимир после того и женился то Бориса и Глеба придется признать сыновьями Анны на чем Преселков настаивает но откуда тогда столь определенная запись что они от Болгарни ведь в житиях святых князей да и в летописи бережно сохранили бы даже особенно подчеркнули бы что это сыновья цесарицы Шахматов предпочитает признать недостоверность летописной даты хоть и нерешительно кавычки открываются если только она скончалась раньше чем указывает русская летопись конец цитаты прием это конечно рискованный и не вяжется он с наблюдением Шахматова по которому даты событий в княжеской семье рождений смертей пожалуй наиболее достоверны так как идут из церковных записей мы перед еще одной неодолимой трудностью нельзя однако не признать что дата смерти Анны не вяжется никак с остальными известиями о Борисе и Глебе а ведь их искажение тоже необъяснимо и легче понять ошибку в записи краткого известия под определенным годом чем подмену цесарицы Анны безымянной болгариней в роли матери князей характерно и то что об Анне нет у нас ни одного известия только брак до смерти хотя по летописи выходит что она жила в Киеве с 989 по 1011 год целых 22 года если строить гипотезы со смелостью Приселкова и Шахматова то осталось бы предположить что Анна кончила жизнь в монастыре что-то неладное с известиями о ней монах летописец ее имени не представил даже эпитета благочестивая не то что какого-нибудь похвального слова а поминает ее кончину так же как какой-нибудь Малфреди или Рогнеды что Анне не сладко жилось в замужестве видно из слов Китмара что женившись на греческой принцессе Владимир хотя принял христианство но не украсил новой веры праведными делами ибо был великий развратник и жесток и чинил великие насилия над слабыми греками Большой заслугой Преселкова надо признать что он покончил с представлением об установлении греческой иерархии на Руси в виде киевской метрополии как немного спорного в его предположениях о подчинении русской церкви ахридскому патриархату она в общем не больше вызывает сомнений чем ходячее представление о каких-либо митрополитах при Владимире и несомненно выросло из прямой научной потребности объяснить темноту известий о ранних русских церковных отношениях его построение впервые дает некоторую возможность понять что же собственно произошло в церковных делах при Ярославе в начале тот же Анастас был епископом в Киеве случайно ли по ошибке ли Тетмар его титулует архиепископом или это результат сближения Владимира с Болгарией женить бы его на болгарке в связи с уступками от болгарского патриархата в пользу Киевской церкви затем архиепископ Иоанн о котором мы также мало знаем не знаем кто его поставил возможно что его ахридский соименник которого нет достаточного основания с ним отождествлять как делает приселков но Ярослав утвердившись во власти идет иными путями в церковной политике при нем впервые организуется в Киеве митрополия с греком митрополитом Феопемптом ставленником византийского патриарха эта перемена стояла в связи с событиями на Балканском полуострове с 1018 года со Струмецкого договора Болгария под властью Византии в 1019 году закончена борьба Ярослава со святополком К этому моменту естественно отнести исчезновение из Киева Анастаса примкнувшего к святополку и Болеславу Польскому и стало быть постановление в Киеве архиепископом Иоанна По Струмецкому договору Иоанн Ахридский сохранил управление своей церквью променяв звание патриарха на архиепископа В Хризобулах определяющих его права перечислены его епархии но киевской или русской среди них нет Приселков пользуясь тем что Хризобула дошли до нас только в списке 13 века полагает что русские епархии были в них упомянуты но исключены в тексте 12 века однако возможно и другое что русская церковь была с 1019 года изъята из подвласти Иоанна Ахридского как архиепископия подчиненная Константинопольскому патриархату или хоть самостоятельная подобно Ахридской последнее было бы актом византийской политики нуждавшейся в дружбе русского князя чтобы он не мешал расправе с Болгарией но и то было бы лишь кратким переходным моментом в 1037 году умер Иоанн Ахридский на Ахридскую кафедру поставлен из Константинополя грек лев и Автокефальная Ахридская церковь стала орудием духовного порабощения болгар Тогда же организуется и на Руси митрополия для греко-метрополита Феопемпта В этих церковных событиях крылась перемена существенная для дальнейших судеб русской церкви и всей русской духовной культуры Преселков яркими красками рисуют гонения воздвигнутые греками на порядки и традиции болгарского Владимирова периода в истории русской церкви Пошло в ход то тенденциозное искажение ранней истории русского христианства которого наиболее ярким выражением была пресловутая корсунская легенда старому центру христианского культа десятинной церкви приходит на смену новый собор метрополия святой Софии премудрости Божией чрезвычайно характерно в наших старших летописных сводах сказывается перебой двух церковных традиций двух церковно-религиозных воззрений из которых одно связано с именем Владимира другое Ярослава княгиня Ольга бысть предтекущая крестьянской земле аки денница пред солнцем и аки заря пред светом а Владимир дивно же есть все колика добра сотвори руссьей земли крестив ю сего бо память держат руссьи люди поминающие святое крещение и прославляют Бога в молитвах и в песнях и в псальмах поющие господеве новые люди просвещение святым духом гимном радости о своем спасении звучат воспоминания о Владимире при нем так мечтают русские книжники избра Бог страну нашу на последнее время и восклицают кавычки открываются кого Бог так улюбить якоже ны возлюбил есть кого так почел есть якоже ны прославил есть и взнес конец цитаты примечания приселков м.д. очерки страница 87 88 и следующие конец примечания Николай Николай Константинович Никольский в любопытных своих этюдах о древнерусском христианстве отмечает в древней русской письменности четыре вера и нравоучения которые идут от времен Владимира и носят особый характер чуждый каких-либо черт монашеского аскетизма и отрицания мира Летопись Жития Владимира Иаков Мних Писание Митрополита Иллариона Из переводных Толкование на пророка Толковое полея Примечания Никольский Н.К. О древнерусском христианстве Русская мысль Москва 1913 год Книга 6 Конец примечания Суть этого раннего русского христианства по Никольскому в вере что крещеные безусловно спасены в твердой уверенной надежде в большом религиозном оптимизме Путь к спасению крещение при малой роли покаяния а милостыня главная заповедь этого учения милостыни приписывается спасающая сила такая же если не большая как таинством золотоструй и пятимейник другая заповедь апостольство первое просвещение равноапостольный и учительство просвещение христиан христианство христианин и христианин и знаменитые пиры владимира о которых и титмар столь суровый к нему сообщает что он выкупал пленных и кормил их с этим у Никольского связаны указания на полное отсутствие данных чтобы монахи играли какую-либо роль в крещении Руси миссионерами были не иноки так и Константин принял монашество лишь перед смертью с именем Кирилла не иноки и епископы десятого века духовничество дело белого духовенства а при Ярославе вливается в русскую жизнь с большой силой монашеско аскетическая струя ее утверждение на Руси относится уже ко временам после Ярослава в связи с деятельностью Феодосия Печорского но это течение само связывает себя с Ярославом при котором а не при Владимире кавычки открываются иначе вера христианская плодитеся и расширяйтеся и черноризцы почаще множитеся и монастыреве починах убыти конец цитаты Время Ярослава эпоха водворения церковности уставной и иночества кавычки открываются Бе Ярослав любя церковные уставы попы любяши по велику излиха же черноризцы конец цитаты С него началось а не с Владимира сетование врага побеждаемого новыми людьми христианскими Следы такого же религиозного оптимизма замечает Никольский мы находим в 10 веке в Болгарии например у Косьмы Пресвитера Но аналогичное течение постепенно уступавшее аскетическому существовало и в самой Византии Никольский предполагает одно из гнезд его в Корсуне примеряя представления о болгарском и корсунском влияниях в русской церкви времен Владимира Таким образом подводятся глубокие основы под крупное различие между укладом киевской церковно-религиозной жизни времен Владимира и Ярослава А гипотеза Преселкова как нетрудно ее точное обоснование историческое и документальное получает большое значение как научная попытка объяснить церковно-политические условия отмеченных существенных отличий в иерархическом строе и характерных течениях духовной культуры X и XI веков и иерархическом отмеченных и в иерархическом Продолжение следует...